Песня «Победа Тольятти» 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 Но подразумевалось, что люди это будут делать сами, чтобы это было хоум-видео, домашнее, чтобы это все было от души. Еще раз хочу сказать, что акцент шел не на профессиональное исполнение, а на выплеск вот этого вот эмоций, связанных с этими событиями, и на те композиции, которые наиболее близки конкретному человеку. Тема благодатная, песни о войне, оказывается, все любят от мала до велика. И, конечно, выложились многие. Это все имеет продолжение. Вот мы спели сейчас всем городом о войне, и продолжаем петь, и будем петь. Затем у нас будут проекты еще про город мы будем петь. Такой же песенник Тольятти о Тольятти, да. Мы будем про женщин петь. То есть этот проект не имеет с собой какого-то конца, потому что если поем, то поем всегда вместе, а если город поет, значит, в городе все в порядке. И вообще мы настроены на массовость, настроены на то, чтобы творческие люди города, и не только творческие, самодеятельные, мы всех принимаем на своих площадках. У нас много массовых проектов. Сейчас мы выходим в онлайн для того, чтобы не скучать по нашим зрителям, не скучать по нашим людям, которые к нам приходили. И раньше на занятия мы сейчас работаем над тем, чтобы не расставаться с ними. Почему решили сами принять участие? Ну, как же я мог, глядя на все это дело, не принять в этом участие? Но, если честно, как всегда, у нас многие события в культурном центре «Автоград» происходят спонтанно. А давай, а почему бы нет? А почему бы не попробовать? Попробовали? Дмитрий Ильич подхватывает все наши творческие инициативы, и здесь, конечно, он не мог остаться ни у дел. А почему была выбрана именно эта песня? Вы знаете, просто фильм «Офицеры», он как бы, ну, он очень сильно берет за душу. Особенно, когда «Твое детство прошло», связанное с этими фильмами, то есть с начала 70-х до 80-х. Этот фильм – настоящий блокбастер советского периода, когда в нем сконцентрировалась вся история нашей страны, именно как раз в печальных военных событиях, и послевоенных, и межвоенных. И, конечно же, артисты Лановой и Юматов, они просто классные в хорошем смысле. Это настоящие мужчины, и есть на что равняться, но и сыграли очень хорошо. А вы знаете историю этой песни? Я, насколько знаю, исполнителем этой песни был Владимир Златоусовский. Он ее исполнил в первый раз в 71-м году. Вот. И этот артист известен тем, что очень проникновенно поет именно военные песни, не хуже Бернесса. И, наверное, поэтому она запала в душу. И наш звукорежиссер Юрий Андрюшин сказал, «Ты похож под типаж этого человека, и, может быть, он прав, потому что мы эту песню записали с первого дубля и потратили буквально 15 минут». То есть, по велению души, мне кажется, это все шло у каждого. И вот так получилось очень хорошо. Елена, но вы сказали, что участников очень много. А как культурный центр «Автоград» помогал участникам проекта? Помогали мы всем, чем можем. В нашей студии снимали. Звукорежиссер у нас Елена Мечева. Она, конечно, умница, профессионал своего дела, потому что кто-то поющий, кто-то не поющий. Она вытянула всех до такой степени здорово. И создала такую атмосферу, чтобы люди не боялись 10 человек записать, а потом это свести все в одну дорожку. А Вакумов очень нам помог, Сергей, своим реквизитом и прочее. Было интересно. То есть сначала люди немножко боялись, а потом как вовлеклись в это во все. Ну, все поймали такой добрый кураж. Конечно, «Лада Медиа» этому тоже поспособствовала, потому что видеть себя на картинке поющим – это непривычно для многих людей, которые не занимаются профессионально этой темой. И, конечно, получился такой тандем творческий. Две студии – звукотехническая, культурный центр «Автоград» и студия-телекомпания «Лада Медиа». И, в общем, получился хороший результат. Да, и эти мастер-клипы, они дали такой старт мощный. И люди, ориентируясь на нас, пошли делать не хуже, а только еще лучше. Клипы своими руками. Согласна, все на очень высоком, достойном уровне. А есть ли в ваших семьях фронтовики? Участвуете ли вы, например, в шествии бессмертного полка? На самом деле, вот у меня деды так получилось, что в нашей семье по мужской и материнской линии, то есть все вернулись с войны. Но кто-то прошел через плен, кто-то прошел через лагеря в том числе. Поэтому это такая тема для семьи, она достаточно такая грустная тема. Но кем гордиться есть. Да, у нас тоже в семье есть кем гордиться, и мы гордимся. И мы с внучкой тоже спели несколько песен, посвященных журавлей, в особенности посвященных нашим уже сегодня ушедшим предкам, которые воевали, да, дедушки мои оба. Оба тоже красноармейцы с медалями приехали. Елена Дмитриевна, спасибо за интересный разговор, интересных вам проектов, а я предлагаю посмотреть клип. Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Был свой герой И глазам молодых солдат С фотографий увядших глядят Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Не с пути свернуть А мы продолжаем, и я спешу представить наших следующих героев Заметитель заведующего по воспитательной и методической работе Детского сада номер 2 «Золотая искорка» Надежда Владимировна Нуждина И воспитатель этого сада Вероника Владимировна Попугаева Здравствуйте! Здравствуйте! Наш традиционный первый вопрос Как вы узнали о проекте «Песник Победы Тольятти» И почему решили принять в нем участие? Образовательные учреждения обычно всегда стоят на передовой И первыми узнают и активно принимают участие во всех значимых мероприятиях города И наш коллектив не был исключением У нас такой очень сложный творческий коллектив Главный идейный вдохновитель – это заведующая Ульяна Месафовна И в этот раз она тоже первая узнала о проекте И она о нем рассказала и предложила участвовать Нам очень понравилась идея проекта И мы решили внести свой вклад в него Тем более, что у нас дети очень талантливые А родители нас всегда во всех начинаниях поддерживают Почему решили исполнять песню силами взрослых для детей? Это такая режиссерская задумка Мы хотели не просто спеть песню Мы хотели ее рассказать А дети, наши юные актеры, как никто другой Смогли передать чувства и эмоции песни Я думаю, получилось неплохо Абсолютно согласна Песня «Закаты Аллы», которую вы исполнили, достаточно современная Вы знаете ее историю авторов? Да, эта песня ошибочно считают песней военных лет На самом деле она вышла в свет буквально недавно В 2012 году семья композиторов Осошник, Виталий и Наталья Написали слова и музыку этой песни А исполнила группа героя Эта песня говорит о совсем юных мальчиках Которые буквально вчера окончили школу А сегодня уже стали солдатами с автоматами в руках Это действительно очень трогательная песня И в нашем саду уже сложилась своя история этой песни Она началась в 2018 году Когда наш творческий коллектив Вокальный «Славяночка» выступил с песней «Закаты Аллы» На городском фестивале талантов творческих коллективов Образовательных учреждений И вышел финал в этом конкурсе На следующий год, 2019-й, мы с этой песней участвовали В городской акции «Бессмертный полк» И были пошиты формы военные и детям, и взрослым И теперь ежегодно с этой песней мы с удовольствием Участвуем во всех мероприятиях А в этом году наша воспитанница Амина Обязова Со своей семьей Это вторая младшая группа Это очень маленькие детки Участвовала в городском конкурсе Мама, папа, я поющая семья И они стали призерами гран-при Кто помогал в создании ролика? Кто придумал снимать около зеркала? Получилось очень интересно Вся работа нашего творческого коллектива И работники, и родители, и дети Все приняли участие абсолютно И ценность нашего коллектива в том Что у нас работают специалисты не просто хорошие в своем деле На должностных своих обязанностях Но и они все люди творческие Со своими хобби, увлечениями Такие личности незаурядные Вот от начала до конца ролик был снят Оператором-постановщиком Татьяной Ромашкиной Работает делопроизводителем у нас И сама по себе она очень такой творческий И интересный человек, и фотограф И как раз идея с зеркалом была и ее И как бы вот такая многоликость получилась И такая объемность ролика А вообще у нас в ролике приняли участие Музыкальные руководители Которые подготовили детей Хореографические номера Которые подготовили пение взрослых Это Светлана Перезнатнова, Ольга Садовникова Ну и конечно мы снимали-то не в студии Мы снимали у себя в детском саду В музыкальном зале И все подручные средства у нас шли в ход И свет, ветер, там колыхание ткани Это все работа наших коллег за кадром И большое спасибо родителям, воспитателям Которые приводили детей на репетиции Ждали их, наряжали, причесывали И вот такую точку финальную поставила заведующая Ульяна Бесафовна Она занималась монтажом фильма И да, и весь наработанный материал Она как-то вот так профессионально собрала воедино И вот представляете, мы закончили съемки На следующий день приходим на работу утром И нам демонстрируют готовый фильм Просто у нас, конечно, был фонтан эмоций Потрясающе Также хотелось выразить большую благодарность Режиссеру театра «Колесо» Сергею Карпенко Который помог нам записать песню в студии Это был очень интересный опыт Нам очень понравилось Как удалось придать такую серьезность Юным героям ролика? Вы знаете, мы сами были тронуты Вот этими чувствами, которые дети передали в ролике Ну, конечно, это благодарность опять же Родителям, педагогам, которые вот смогли погрузить детей В атмосферу военных лет, как-то их настроить Но это и большая работа всего педагогического коллектива Так как мы воспитываем в детях нравственные чувства Мы постоянно организуем мероприятия, которые посвящены государственным праздникам В день победы у нас проходят мероприятия с концертами детей, взрослых Минута молчания У нас шествует наш бессмертный полк Который обходит здание детского сада И дети рассказывают о своих прадедах И также мы организуем полевую военную кухню Что очень нравится детям Все как у взрослых, все по-настоящему Наверное, вот это все как бы вместе Оно вот не смогло не найти отклик у детей И вот такие серьезные характеры показали наши герои Хотелось бы, чтобы вот эти чувства у них, конечно, сохранились Есть ли в ваших семьях фронтовики? Участвуете ли вы в шествии бессмертного полка? Да, да, мы с семьей участвуем каждый год в шествии бессмертного полка Мой дедушка Савинич Николай Григорьевич Он воевал на Дальнем Востоке Воевал в Японскую войну Он был механиком самолетов Готовил к вылету самолеты боевые И всегда я вспоминаю его Когда он рассказывает, как отправлял на боевые задания своих друзей Они не возвращались То есть это все так очень тяжело, тяжелые минуты У моей семьи большая история Великой Отечественной войны Мой прадед Пирогов Михаил Петрович погиб в первый год войны Мы даже не знаем, где он захоронен Но зато мой дед по сей день с нами Он участник Великой Отечественной войны Пирогов Алексей Михайлович Был призван в конце ноября в 43-м году на войну на фронт Награжден орденом Великой Отечественной войны Первой степени, орденом Красной Звезды Участвовал в освобождении Кёнигсберга В взятии Варшавы И был ранен 9 мая 45-го года, когда пошел в разведку Да, но до сих пор он с нами и радует нас Принимает участие в нашей жизни, в нашем воспитании Это здорово, когда есть такие герои в семье Надежда Владимировна, Вероника Владимировна Мы благодарим вас за участие в проекте Песенник Победы Тольятти И предлагаю посмотреть клип Спасибо за приглашение Перед боем тихие теплые вечера И покрыт тревожною сон тишиной У вчерашних мальчиков гимнастерки новые И письмо от мамы с собой Здесь всю ночь горела звезда одинокая И туман прозрачный решит у реки Здесь березы белые, травы высокие Враг не должен дальше пройти А закаты алые, алые, алые Перед боем выстрелы не слышны Не об этом вместе с тобою мечтали мы За четыре дня до войны Полыхнули взрывы и небо брушилось Солнца не видать прячет дыма стена Спят березы белые, травы высокие Забрала вас, мальчики, война Отстояли родину в годы суровые Нет следов далеких дорог боевых Нужно, чтобы помнили мы с тобою Помнили имена героев своих А закаты алые, алые, алые Перед боем выстрелы не слышны Не об этом вместе с тобою мечтали мы За четыре дня до войны А закаты алые, алые, алые Перед боем выстрелы не слышны Не об этом вместе с тобою мечтали мы За четыре дня до войны Вот такие талантливые тольяттинцы Живут рядом с нами Весь концерт «Песенник Победы Тольятти» Можно посмотреть на сайте ВАЗ-ТВ А у нас на сегодня все Увидимся в следующую среду В вечернем эфире Год памяти и славы продолжается Редактор субтитров А.Семкин